О единстве православного мира и ответственности за это церкви говорили патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Константинопольский Варфоломей. Главы церкви обсудили актуальные вопросы взаимоотношений. О чем именно шла речь, расскажет наш специальный корреспондент Анастасия Ефимова. Колокольный звон собора Святого Георгия. Так в резиденции Константинопольского патриарха встречают патриарха Московского и всея Руси. Визит начинается именно здесь. В соборе Святого Георгия хранятся почитаемые православные святыни, мощи Григория Богослова и Иоанна Златоуста. А само название Фонар, квартал, где расположена патриаршая резиденция, с греческого переводится как маяк, символично для нынешней встречи. Мы верим в силу диалога. В то время, когда политические руководители используют диалог для того, чтобы разрешить проблемы своих стран, мы тоже должны использовать этот инструмент. Тем более, что диалог – это путь, который нам указан самим Богом. Продолжение диалога и сохранение христианского единства – важнейшие итоги переговоров, которые, по словам предстоятеля Русской Православной Церкви, были по-настоящему братскими. Главы двух церквей беседовали напрямую впервые за два последних года. Разговор был очень правильный. Разговор был глав двух церквей, сознающих ответственность за состояние вселенского православия и за состояние душ человеческих. Хорошая встреча, очень хорошая была атмосфера. Мы обсудили все те проблемы, которые сегодня стоят на повестке дня. И надеюсь, что будем и дальше работать вместе для того, чтобы мир становился лучше. Говорили, конечно, и о вызовах, которые стремительно меняющийся мир ставит перед верующими. Но какими бы острыми ни были вопросы, мнение обоих предстоятелей едино. Конечно, постоянно возникают проблемы, которые являются вызовами для церквей с пастерской точки зрения. Мир очень быстро меняется. И ведь устройство православной церкви такое, что ни одна церковь не может принимать решений, которые бы противоречивали позиции другой православной церкви. Поэтому мы просто запрограммированы на взаимодействие, на сотрудничество. А поскольку мир меняется быстро, то и сотрудничество должно быть достаточно динамичным. И в этом основополагающем вопросе у двух церквей противоречий не нашлось. Переговоры в Стамбуле сегодня продолжались больше двух часов. И патриарх Кирилл выразил надежду, что совместная работа продолжится и в будущем. Как выразился предстоятель русской православной церкви, цитата, «Мы просто запрограммированы на сотрудничество, и оно должно быть динамичным». Анастасия Ефимова, Александр Антонов, Вести, Стамбул, Турция.